Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Иисус Целитель Но сегодня я обращаюсь к вам со своего ранчо в штате Колорадо. У нас есть дом здесь на ранчо, а прямо позади меня находится небольшой однокомнатный домик, который построил для меня мой сын. Когда у нас на ранчо останавливаются гости, мне всегда есть где уединиться. Мы очень рады, что вы с нами здесь и надеемся, что вам понравится сегодняшняя передача. Скажите кому-то еще, что мы в эфире. Пожалуйста, возьмите свою Библию. Я бы хотела, чтобы мы сегодня читали вместе. Мы начнем с 12 главы Римлянам. Откройте ее, пожалуйста, со мной. Сегодня мы поговорим об очень важных, базовых истинах Слова. Возможно, эти истины не зрелищны, как вспышки фейерверка, но и фундамент дома не самая яркая его часть, хотя это самая важная его часть. Итак, мы затронем очень важные истины, потому что с ними связана наша победа, наша радость, наш мир. И когда мы поднотореем в этих истинах, жизнь станет проще и жизнь станет слаще. Так что будем изучать эти истины вместе. На самом деле, каждому верующему необходимо всю свою жизнь делать две вещи. Первое – развивать свой дух. Второе – обновлять свой ум. Это две первоочередные задачи в жизни верующего. Потому что мы – дух, мы живем в теле, и у нас есть душа. Душа состоит из воли, ума и эмоций. И именно в духе человека находится жизнь Божья. И он должен доминировать над душой и телом. Вот почему нам нужно развивать свой дух, чтобы быть чувствительными к своему духу, научиться искусству сдаваться своему духу и следовать за ним. Бог говорит нам и ведет нас именно через наш дух. Он не ведет нас через эмоции. Он не ведет нас через разум. Он не ведет нас через чувства. Он ведет нас через дух. И по мере развития нашего духа и нашей чувствительности к нему, мы будем лучше различать Божье водительство и что Бог нам говорит. Но наряду с этим мы должны также обновлять свой ум. Духовный гигант – это человек, чье сердце – его дух. И ум находится в согласии. Необновленный ум борется с тем, что Бог вкладывает в ваш дух, с тем, куда направляет вас ваш дух. Но обновленный ум соглашается с вашим духом. Обновление ума – одно из главных занятий в нашей жизни. Чтобы наш ум не сражался с тем, что Бог вкладывает в наше сердце. Вера находится в вашем духе. Вера не обитает в уме. Она не обитает в душе. Она обитает в вашем духе. И когда ум обновлен, он соглашается с верой, которая в духе. Если наш ум не обновлен, он сражается и спорит с тем, что вера в нашем духе указывает нам делать. Так что две самых важных сферы, над которыми нам нужно работать всю свою жизнь – это развитие духа и постоянное обновление ума. Вы никогда не сможете сказать, что ваш ум уже полностью обновлен. Нам нужно постоянно поддерживать свой ум в обновленном состоянии. И тогда жизнь станет проще, жизнь станет слаще. С необновленным умом жизнь сложна, будь вы христианин или неспасенный человек. Если ваш ум не обновлен, вы столкнетесь с трудностями, которых можно было избежать. И сегодня мы поговорим об этом. Но также мы поговорим о другом аспекте человека – о теле. Человек есть дух. Он живет в теле. И у него есть душа. То есть ум, воля и эмоции. Прочитаем вместе римлянам 12.1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. А в другом переводе сказано – это ваше духовное поклонение. Обратите внимание, он говорит, что нам нужно что-то делать со своим телом. Нам нужно предоставить свое тело Богу. Что такое предоставить тело Богу? Предоставить тело Богу – значит делать то, что соответствует Слову Божьему. Делать то, что угодно Богу. Не обращаться с телом неправильно. Не позволять себе делать с телом то, что не угодно Господу. И когда мы обращаемся со своим телом так, как угодно Господу, в соответствии со Словом Божьим, Слово называет это одной из форм поклонения. Мы поклоняемся Богу не только, когда поднимаем руки и говорим Ему о том, как сильно мы Его любим и дорожим им. Конечно, это поклонение. Но поклонение – это также, в чем мы разрешаем нашему телу участвовать, как мы обращаемся со своим телом, что мы позволяем и чего не позволяем своему телу делать. Вот о чем идет речь в Римлянам 12. Первый стих говорит нам предоставить свои тела. А во втором стихе сказано, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Заметьте, вы живете либо сообразуясь, либо преобразуясь. Когда вы сообразуетесь, ваша жизнь выглядит точно так же, как у всех в мире. А когда преобразуетесь, ваша жизнь отличается от того, что окружает вас в этом мире. Слово преображает жизнь. При обновлении ума преображается жизнь. И это Божий план. Итак, в Римлянам 12.1.2 сказано, что нам нужно сделать что-то со своим телом и со своим умом. Когда мы родились свыше, Бог сделал что-то с нашим духом. Мы – троичное существо – дух, душа и тело. При рождении свыше Бог сделал что-то с нашим духом. Он дал нам совершенно новый дух. Он не исцелил наш дух при рождении свыше, потому что ветхий человек, старый дух, был мертвым. В нем не было жизни и природы Божьей. В нем была природа смерти. И когда мы родились свыше, Бог забрал этот старый мертвый дух и дал нам совершенно новый дух. Слово говорит, что родившись свыше, мы стали новым творением во Христе. Древнее прошло. Теперь все новое. Итак, Он не исцелил наш дух. Он дал нам совершенно новый дух. И в этом духе – Его жизнь. Его природа. Неспасенный человек не способен не грешить, потому что у него греховная природа. Но при рождении свыше эту греховную природу сменил совершенно новый дух. И теперь в нас природа Божья. Теперь мы можем жить в Божьем потоке. Мы можем действовать в Его потоке. Мы – часть Его семьи. Мы созданы по Его образу. Именно наш дух создан по образу Божьему. И теперь в нас Его жизнь, Его природа. Итак, при рождении свыше Он сделал что-то с нашим духом, но остаются две другие грани человека – ум и тело. И заметьте, что в Римлянам 12.1.2 Бог говорит нам, что именно мы должны сделать что-то со своим умом и телом. И послушайте, мы можем это сделать. Мы можем успешно с этим справиться. Потому что нам нужно своим духом доминировать над умом и телом. А Бог сделал что-то с нашим духом. Нам нужно тело и ум подчинить своему духу. То есть Бог на самом деле большую часть уже сделал. Он дал нам новый дух. И этим новым духом нам теперь нужно обуздывать свое тело и обновлять свой ум. И для этого у нас есть не только новый дух, но и Слово Божье. Хотя Бог сделал что-то с нашим духом, нам все еще есть над чем работать. Именно поэтому я сказала, что у нас есть занятие на всю жизнь – обновление ума. Потому что от этого зависит наш успех. Когда в Римлянам 12 сказано «представьте тела ваши Богу», это значит посвятить свои тела правильным поступкам. До рождения свыше мы, по сути, позволяли своему телу делать все, что ему заблагорассудится. Если тело хотело куда-то пойти, мы туда шли. Если тело хотело в чем-то участвовать, мы ему позволяли. Потому что у нас был мертвый дух, у которого не было никакой власти, чтобы доминировать над телом. А теперь у нас есть жизнь Божья, природа Божья, и мы можем держать тело в подчинении новому духу. И когда тело хочет сделать что-то неправильное, теперь у вас внутри есть власть, чтобы сказать «нет, нет, мой дух, в котором жизнь Божья, не позволит моему телу это сделать». Предоставить тела Богу – это предоставить их правильным поступкам. Мы больше не отдаем свои тела неправильным поступкам. Мы предоставляем свои тела правильным поступкам. Мы подчиняем их тому, что говорит Слово, тому, что угодно Богу. Что же значит обновлять ум? Это значит перенять Божий образ мышления. Это значит мыслить, как мыслит Бог. Вы спросите, а это возможно? Теперь, когда в вас новый дух, это возможно. Теперь, когда у вас есть Слово Божье, это возможно. Бог сказал в книге Исаии, «Мысли мои выше мыслей ваших, пути мои выше путей ваших». Речь не о том, что нам никогда не достичь Его мыслей и Его путей. Он говорит «поднимитесь выше». До рождения свыше наши мысли и пути были ниже Его мыслей и путей. Но теперь, когда у нас новый дух и Слово Божье, мы можем подняться к мыслям Божьим. Мы можем взойти на пути Божьи. Почему? Потому что Его жизнь в нас, Святой Дух в нас. Он дает нам способность и силу делать это. И у нас есть Слово Божье. Питаясь им и действуя в соответствии с Ним, мы обновляем свой ум. Всякий раз, когда мы видим что-то в Слове, слышим какую-то проповедь, слушаем пастора и видим что-то в Слове, что отличается от того, как мы всегда думали, мы откладываем свой привычный образ мышления и перенимаем то, что говорит Слово. Вот что такое обновление ума. Мы все росли в разных семьях, и в каждой из них была своя система воспитания. Чьи-то родители допускали один образ жизни, а чьи-то другой образ жизни. У Бога есть большая замечательная семья. Тело Христа – Его семья. И у Него есть своя система. Его система – Слово Божье. И когда мы видим, что что-то в Слове Божьем отличается от той системы, в которой нас воспитали наши земные родители, мы говорим, «Хорошо, тогда я откладываю то, как я был воспитан, и то, как я мыслил, и привожу свое мышление в соответствие с Божьей системой, с Его Словом. Каждому члену Его семьи, каждому верующему, каждому христианину дана одна система. Вот как действуют небеса, вот как мыслит Бог. И обновленный ум говорит, «Раз так мыслит Бог, то и я так буду мыслить». Вот что такое обновление ума. Обновление ума – это не просто способность цитировать Слово. Это жизнь по Слову. Это исполнение Слова. Просто способностью процитировать Слово наш ум не обновится, пока мы не применим то, что Слово говорит, к нашему образу жизни. Итак, обновление ума значит мыслить как Бог, но это также значит делать то, что говорит Слово. Некоторые люди знают, что говорит Слово, но никогда не приводят свои действия в соответствие с этим. Слово предупреждает нас не быть только слушателем, но исполнителем Слова. Именно когда мы исполняем Слово, наш ум обновляется Словом. Когда мы исполняем Слово, наша жизнь преображается. Наши пасторы или другие верующие могут молиться за нас. Когда нам нужно исцеление, или у нас есть какая-то другая нужда, мы можем пойти к пастору или к верующему другу и попросить помолиться. И это благословение, что за нас молится пастор, что мы выходим на молитву, на служение, и на нас возлагают руки, чтобы благословить нас, помолиться о нашем исцелении. Возложение рук благословит вашу жизнь, но оно не преобразит вашу жизнь. Выход на молитву на служении не преобразит вашу жизнь. Чья-то молитва за вас благословит вашу жизнь, но не преобразит ее. Есть только один способ преобразить жизнь. Это питаться Словом, пока оно не станет руководить вашими поступками и поведением. Тогда ваш ум будет обновлен, и ваша жизнь будет выглядеть совершенно по-другому. Как я уже говорила, у людей с обновленным умом жизнь становится легче. Почему? Потому что они приводят свое мышление и поступки в соответствие с тем, что говорит Слово. И когда дьявол пытается им противостоять, никакое противостояние не сработает, потому что он не может преодолеть Слово, он не может победить Слово. Любое противостояние бессильно перед Словом. И когда ваш образ жизни и мышления и речь соответствуют Слову, никакое противостояние не способно вас поразить, потому что Слово всегда побеждает. Слово делает нас победителями. Нам нужно перенять мышление Слова. И я вам скажу, это постоянный труд уделять внимание тому, что происходит в вашем уме. Павел писал церкви в Коринфе, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божья, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Итак, в результате обновления ума наша жизнь преобразится. Если же мы не будем обновлять ум Словом Божьим, наша жизнь будет выглядеть точно так же, как до рождения свыше. У вас может быть неспасенный сосед, в жизни которого вы видите множество проблем. Но если мы не преобразим свою жизнь через обновление ума, наша жизнь будет выглядеть точно так же, как у неспасенного соседа. Я видела, да и вы, конечно, встречали таких христиан, которые говорят, что они рождены свыше уже много лет, но взглянув на их жизнь, никогда не скажешь, что это жизнь христианина. Их брак полон ссор, полон конфликтов, у них бесконечные финансовые проблемы, у них в жизни постоянный распри. Их жизнь не похожа на победу. Рождены ли они свыше? Да, они могут быть рожденными свыше, но без обновления ума жизнь выглядит точно так же, как до рождения свыше. Не будем лишать себя лучшей жизни, а обновление ума Словом Божьим даст нам лучшую жизнь. Я родилась свыше не для того, чтобы моя жизнь осталась прежней. Я родилась свыше, чтобы каждый аспект моей жизни изменился, и точно так же вы. Но это не произойдет просто от того, что мы любим Господа. Нам нужно питаться Словом, быть исполнителями Слова, говорить Слово, поступать согласно Слову. Как я говорила, это постоянный труд уделять внимание своей умственной жизни. Когда вам на ум приходит мысль, и она вас тревожит, нет, Бог не дал вам эту мысль. Эта мысль не пришла от Бога. И если какая-то мысль вас тревожит, вам нужно ее измерить в свете Слова и сказать, что Слово говорит об этом. Когда приходит проблема, в первую очередь задайте вопрос, что Слово говорит об этом. Вот что делает обновленный ум. Он советуется со Словом, прежде чем советоваться с плотью, прежде чем советоваться с эмоциями. Обновленный ум советуется с тем, что говорит Слово. И свою жизнь, решения и поступки человек основывает на том, что говорит Слово. Я призываю вас, каждый день уделяйте время тому, чтобы питаться Словом. Это поможет вам реагировать на все согласно Слову. И тогда ваш ум будет обновляться, и ваша жизнь преобразится. Вы даже не узнаете самих себя. Возможно, выросли в доме полным ссор и конфликтов, полным споров и агрессии. Но обновление ума Словом преобразит ваш дом, прогонит все ссоры. Почему? Потому что вы откажетесь участвовать в ссорах. Обновленный ум откажется участвовать в ссорах, потому что знает, что это не соответствует Слову. Еще один распространенный метод нападения дьявола — это наполнение ума страхом. Он атакует страхом. Но когда приходят мысли страха, обновленный ум говорит, «Минуточку, пришла ли эта мысль из Слова или нет?» И он распознает, что она пришла не из Слова. Это мышление не соответствует Слову. И вы отвергаете страх, противостоите страху. Вы восстаете против него, вместо того, чтобы сдаться ему. Многие христиане живут с глубоко укоренившимся страхом. Они уже настолько долго так живут, что страх стал для них нормой. Для них это норма. Но для Слова и для обновленного ума страх не является нормой. Автор страха — дьявол. Все, что заставляет вас бояться, беспокоиться, переживать, нервничать, вызывает тревогу, панические атаки — это поток страха. Но по мере обновления ума вы начнете это распознавать. Минуточку. Это не поток мира. Это не поток радости. И вы скажете, «Я противостою этой мысли». Запомните, Бог не влияет на вас при помощи страха. Бог не дал нам духа страха. Когда что-то, вселяющее страх, атакует вашу жизнь, знайте, Бог не говорит вам через этот страх. Бог может в этот момент дать вам водительство, как противостать этому страху и оказать ему сопротивление, но Бог не использует страх, чтобы говорить вам. Поэтому страх нужно отвергнуть, ему нужно противостать, и именно это осознает обновленный ум. Когда приходят мысли страха, когда приходят угрозы, вселяющие страх, обновленный ум это распознает и отказывается этому сдаться. Плодом ума, мучимого страхом, будет беспокойная жизнь. Беспокойство – это просто поток страха. Поэтому нужно отвергать беспокойные мысли. Обновленный ум отказывается беспокоиться. Иисус сказал, «Не заботьтесь», в английском «не принимайте мысли о том, что вам есть и что пить, во что одеться». Он говорит, «Даже не задумывайтесь о своих ежедневных потребностях, даже не волнуйтесь об этом». Кеннет Хеггин был нашим духовным отцом, и папа Хеггин в своих проповедях задавал такой вопрос. «Как узнать, что вы беспокоитесь о чем-то?» И сам отвечал, «Вы об этом думаете». Поймите, если вы думаете о чем-то, что не соответствует слову, вы в потоке беспокойства. И если вы сдадитесь потоку беспокойства, придет страх и будет доминировать и диктовать вам, в каком направлении двигаться по жизни. обновленный ум отказывается беспокоиться. И поймите, обстоятельства по-прежнему будут приходить, но вы откажетесь беспокоиться о них. И если не беспокоиться, то что же делать? Слово говорит, «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». Итак, когда приходит соблазн беспокоиться, скажите, «Беспокойство, я противостою тебе. Я отказываюсь беспокоиться. Да, в моей жизни возникли обстоятельства, с которыми нужно разобраться, и я беру их и приношу к Богу. Отец, я возлагаю все мои заботы на тебя. Я отказываюсь беспокоиться. Я знаю, что ты ведешь меня. Ты указываешь мне, что делать в этой ситуации. А потому мне не нужно об этом волноваться. Я отказываюсь беспокоиться. Беспокойство – противоположность веры, потому что беспокойство – это поток страха, а страх – это противоположность веры. Оставайтесь в потоке веры. Быть в потоке веры не значит знать все ответы. Это значит уметь оставаться в том положении, в котором Бог может сказать вам ответы для любой ситуации. Вы замечали, что когда вы начинаете беспокоиться, очень сложно слышать Бога, как будто Бог умолкает. На самом деле, Бог не умолкает. Он не перестает говорить. Просто мы не в том положении, чтобы слышать Его. Беспокоясь, мы оставляем то положение, в котором мы слышим Бога. Обновленный ум отказывается беспокоиться. Мы доверяем. Хотя я пока не знаю ответ на эту ситуацию, если я продолжу фокусироваться на Боге, возлагая все заботы на Него, Он ведет меня в то, то, что мне нужно знать. Он даст мне знать то, что нужно. Полагаясь на это, веря, что Бог поведет вас, вы откажетесь волноваться. Знаете, беспокойный ум признак необновленного ума. Чем больше человек волнуется, тем дальше он от обновленного ума. И заметьте, возможно, вы никогда не волнуетесь о какой-то сфере вашей жизни. Например, вы никогда не волнуетесь о финансах, но вы волнуетесь о здоровье или вы беспокоитесь о детях. Ваш ум может быть обновлен в одной сфере, но не обновлен в другой. Присмотритесь внимательно, в каких сферах вы склонны волноваться, о чем вы склонны беспокоиться. Именно в этих сферах вам нужно обновить свой ум. Если вы склонны волноваться о теле, о своем здоровье, знайте, что вам нужно больше обновлять свой ум в этой сфере. Это значит, вам нужно питаться словом об исцелении. Найдите места описания об исцелении, о вере и укрепляйтесь в них. Обновляйте свой ум в этой сфере. Возможно, вы склонны волноваться о финансах. Пусть это волнение укажет вам, в чем вам нужно обновить свой ум. Да, откажитесь беспокоиться, но воспользуйтесь этим как сигналом того, в какой сфере вам нужно больше обновлять ум. Итак, как только вы начинаете о чем-то беспокоиться, у вас есть домашнее задание. И знайте, вы не одиноки. Все мы постоянно занимаемся своим умом, обновляем его. И чем больше мы обновляем ум, тем спокойнее становится жизнь, тем радостнее становится жизнь. Так важно обновлять свой ум. Обновлением ума должен заниматься каждый верующий. Если вы служитель, вам все еще нужно обновлять свой ум, как любому другому верующему. Призвание к пяти дарам служения не означает, что вы автоматически становитесь зрелыми. Нам всем нужно духовно расти, и часть этого процесса обновления ума Словом Божьим. Я бы даже сказала, важнейшей частью процесса роста является обновление ума Словом Божьим и усмирение тела. То, что мы долго спасены или призваны к пяти дарам служения, или даже служим в своей поместной церкви, не означает, что наш ум обновлен. Это не значит, что мы подчинили свое тело владычеству своего духа. Итак, абсолютно каждому служителю, абсолютно каждому верующему следует всю жизнь развивать свой дух, чтобы быть чувствительными к Духу Святому, к Божьим вещам, постоянно обновлять свой ум Словом Божьим и подчинять свое тело владычеству своего духа, чтобы оно не увело нас в неправильном направлении. Я верю, что сегодняшняя передача вас благословила. У нас есть и другие служения на эту тему. Продолжайте смотреть программу «Иисус-целитель». Бог да благословит вас. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну.